Одинаковое количество укоренялось у меня во мху, другая часть, ровно такая же половина, укоренялась в торфе. О, даже я вам попробую показать вот такой вот очень интересный экземплярчик. Сейчас мы узнаем результат и сравнить важность мха и торфа. С одной стороны, мне даже больше корневая система будет нравиться, но это уже по опыту. И я вам расскажу плюсы и минусы укоренения и в торфе, и во мху. В торфе ведь они просто сгниют все практически. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Зеленое Хобби. Сегодня мы будем смотреть результат укоренения черенков мэра. Одинаковое количество укоренялось у меня мэра и во мху, с флагмумом зеленым, живом. И, соответственно, другая часть, ровно такая же половина, укоренялась в торфе с перлитом. Два к одному. Две части торфа и одна часть перлита. Поэтому сейчас мы узнаем результаты. Они, конечно, еще не все укоренились, но уже можно что-то об этом говорить. И сравнить важность мха и торфа, соответственно, мы увидим, есть ли большой результат или нет. И я вам расскажу плюсы и минусы эти укоренения и в торфе, и, соответственно, во мху. Ну вот, смотрите, здесь у меня остались, можно сказать, неукорененные перинки мэра. Они были посажены первого числа 11-го месяца, то бишь, можно сказать, 1-го ноября. Сейчас у нас на часах уже 8-ое декабря, поэтому 50% было два таких бокса. 50% пока еще не укоренилось, но ни один пока еще... А нет, есть у меня мертвые, вот я сейчас вам открою. Таких они у меня в контейнерах стоят. Да, вот они вот еще сидят. Видите, уже дают листочки. Вот, это у меня те, которые я еще не отобрал. Которые отобрал, сейчас я вам покажу. Здесь, видите, еще пока я не вижу корешков. Но, скорее всего, уже корешки, конечно, у него есть, потому что он начал уже, можно сказать, расти. Но бывает, он начинает расти намного раньше, чем появляются корешки. А бывает наоборот, что он дает сначала корни, а потом пошел в рост. Здесь еще, по крайней мере, все, которые вот я вот так вот прокручивал, визуально у меня еще, можно сказать, не дали корней. Поэтому здесь они все как бы сидят. Здесь они у меня уже, да, некоторые там, возможно, уже тоже дали корешки. Но пока что я их не увидел, поэтому они, соответственно, у меня все пока сидят, жду твоей очереди. Ну, я думаю, что они практически все у меня будут укореняться. У меня один погиб в торфе, он начал загнивать. И два погибло в омху. Поэтому пока три черенка вышло из строя. Из всех здесь получается, грубо говоря, их, что-то у меня в районе 60 штук было. Поэтому три черенка пока у меня ушли. Все остальные, можно сказать, сидят, полностью растут. Какие-то еще вот, да, какая-то маленькая часть не укоренилась. Но, возможно, просто они, во-первых, у меня сидят в пол-литровых горшочках. Поэтому корешки просто еще, скорее всего, не пробились. Но, возможно, даже если вот их все вытащить, я думаю, что даже у этих 50% уже есть корешки. Но я пока их держу под этой пленочкой, чтобы было более влажно. И, соответственно, они пока сидят у меня даже здесь. Ну, не очень много света, но, по крайней мере, сидят. Давайте к тем, которые у меня укоренились. Ну вот, смотрите, здесь у меня стоят уже, можно сказать, те, которые укоренились. Уже появились корешки. У некоторых вообще там совсем чуть-чуть они видны. Поэтому не обращаем внимания то, что у меня сейчас здесь стоит очень много в торфе и мало в флагмане. Потому что здесь у меня 10 штук растут пальмы. Просто я их поставил, так как здесь у меня самое яркое место, поэтому пальмам нужно очень много света. Поэтому их поставил тоже сюда. Ну, давайте посмотрим, что у меня находится именно в торфе с перлитом. Давайте вот этот, который вот цветет даже уже аккуратненько, потому что они все нежные, могут сломаться. Вот, смотрите, у него уже вот такой вот есть, можно сказать, цветочек. Цветочек мы не отрываем, он как зацветет. И когда уже появится маленький апельсинчик или лимончик, мы уже его просто отлавим. Если оторвать раньше, есть вероятность, что он заново начнет пускать цветоноса. Поэтому лучше дождаться, когда она цветет, и потом его сломать. Ну, вот давайте посмотрим. Вот у него уже, видите, есть корешочек. Давайте посмотрим, покрутим. Ну, пока вот больше я не вижу у него корешков. Вот такой один вот маленький пошел корешок. Уже идет веточка пошла с листочками, ведь уже пошел расти. Ну, вот давайте вот этот потолще. Вот, если мы посмотрим, уже тоже вовсю идет листочек. И вот у него есть раз, тоже корешок беленький растет. И вот два, и вот три. А вот четыре. В принципе, даже у него очень неплохо. Но у него веточка сама толще, поэтому у него сил было больше, поэтому он начал уже и расти. Ну, вот, допустим, еще вот третий, давайте посмотрим. У него уже вот такой вот, можно сказать, сантиметров 10 нарастил массу. И смотрим у него корешки. Вот у него есть раз корешочек, ну, а вот два. Два корешочка небольших, но уже как бы есть. Давайте теперь сравним корешки у мха. Прирост составляет уже где-то сантиметров 10. Тоже примерно такой же по толщине. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь корешков я уже как бы вижу вылезающих. Это у нас зеленого махуны. О, даже я вам попробую показать вот такой вот очень интересный экземплярчик. Посмотрим, что вот у него. У него, посмотрите, уже изначально была веточка раз и веточка два. Очень большой черенок. Я решил как бы его, ну, можно было понять, что типа еще срезать еще на две части. Ну, уже здесь как бы получается уже небольшая формировочка есть. То бишь он сейчас отсюда начнет давать. Вот уже ведь сантиметров, можно сказать, семь. И вот с этой веточки тоже дает. Вот давайте смотреть, что у него с корешками. У него есть раз корешок, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, шесть, да, шесть корешков у него уже, можно сказать, есть. Уже даже, в принципе, начинает мох подсыхать. Уже начинает влагу вовсю сосать из самого мха. И давайте посмотрим, какой у него хиленький. Даже не знаю, они, в принципе, все такие мощные. Вот есть какой-то очень тоненький сзади. У него меньше всего сил. У него уже приростик составляет сантиметров восемь. И давайте искать корешки. Корешки, вот раз корешочек. Два корешочек ползет, да. Два. Два корешочка всего лишь. Но он такой вообще тоненький. Листву он также не сбросил. Уже начал расти. Поэтому его уже можно пересаживать. Ну и так у нас получается то, что на самом-то деле в торфе немножечко хуже сами корешки эти. По количеству, в отличие и по длине, получается, вы сейчас сами убедились, чем во мху. Во мху два череночка погибло. В торфе у меня погибло, можно сказать, один только. И то он как бы наполовину начал погибать. Я его отрезал, дальше поставил. У меня сейчас дальше еще стоит, еще укореняется. Примерно одинаковая процентность то у мха, что у торфа по укореняемости. Да, в итоге, когда будем доставать корни, у торфа они будут более длинные, но очень мало будет разветвлений. У торфа будет больше их разветвлений. И с одной стороны, мне даже больше корневая система будет нравиться. Но это уже по опыту у самого торфа. Но с одной стороны плюс торфа. Но у торфа есть большой минус. То бишь, если вы слишком сильно перельете или увлажните грунт, то все, черенок загниет и умрет. Это минус. Гниют в торфе намного чаще, чем во мху. Сохранение черенка по жизни, как бы, по времени жизни, то бишь, если у нас не укореняется, то в торфе будет намного эта жизнь черенка меньше. Потому что с другой подвластный какой-нибудь грибок его подхватит. У мха, соответственно, черенок может очень долго. Если он сильный, черенок, но не дает по какой-то причине корешки, то мх будет, соответственно, намного дольше держать черенок. В этом будет плюс у нас мха. Ну, понятно, типа мх еще достать сложнее, особенно еще зеленый. Но если вам интересно видео с сухим хом, это будет одно из, там, не знаю когда, но, думаю, в течение месяца появятся корешки. Вот здесь у нас, посмотрите, вот здесь у меня очень много сидят. Тоже укореняется, здесь пандероза у меня укореняется, и она укореняется как раз во мху сухом. То бишь, сухой я размочил, уже мертвый, он не будет зеленый, и я, соответственно, в нем тоже укореняю. И так же будет и торф, и так же зеленый мок. Мы увидим радиус, но это чуть попозже. Укоренение и самое главное минус торфа заключается в том, что если я сейчас сделаю температуру, допустим, 10 градусов, то бишь, у меня по какой-то причине дали черенки, но я не могу там им создать температуру, то торфи, они просто сгниют все практически. Здесь просто у меня температура стоит 27 градусов, практически стопроцентная, там еще никто не умер. Практически стопроцентное будет укоренение, потому что очень хорошая температура окружающей среды, влажность у меня здесь 80%, сейчас вот это все сидит, если я на улицу как бы вынес или домой отнесу, то они все повянут, потому что здесь очень большая влажная. При таком идеальных условиях они примерно равны в торфе, в том мок сфагнум. Да, там есть небольшие плюсы и минусы у них, как бы. Еще самое главное плюс, то что во мху листья у меня никто практически не сбросил. Никто листья старые не сбросил. Если вы посмотрите у меня черенки в торфе, то очень много листьев у меня сбросили они. Они начали усыхать листья, увядать, и в итоге они подбрасывали у меня листочки. Это тоже как бы, просто если влажность чуть-чуть будет больше, то он начнет гнить, если будет чуть-чуть меньше, то начнет подсыхать листочки. Поэтому здесь более сложно. Во мхе такой проблемы вообще нет. Засунули, намочили, залили торф, ой, не торф, мок, залили, можно сказать, водой, перевернули, водичка вытекла, поставили черенок и забыли. Все вот эти черенки были укорнированы, просто обмакнув корневин. Все вот эти были черенки. Те уже будут немножечко по-другому. Я уже гельку делал, пандероза, которая будет. Если смотреть, у черенков, которые растут во мху, у них более сейчас лучше листва, более они такие пышные, в отличие, чем от торфа. Но это тоже несовпадание немножечко влажности, уже она приводит не к тому. А если будет слишком ее много, то они сгнивут. Что исключено, в принципе, во мху. Во мху они стоят, да, если черенок плохой, он сразу же умрет. Это, кстати, очень интересное будет видео у меня по прививкам. Там как можно проверить немножечко черенки, которые вы, допустим, купили. Не забывайте подписываться, будет такое видео. И мой итог данный. Если вы укореняете в идеальных условиях, и у вас нет мха, да, без проблем, можно в торфе укоренить, они, в принципе, укореняются. Но, если вам, допустим, нет условий, вот эти все черенки, я мог бы сейчас поставить практически в темноту, поставить их там в 10 градусов тепла, и они у меня бы до весны, все бы простояли, практически никто бы не умер. И как пошло бы тепло, я бы их вытащил, и, соответственно, они у меня пошли бы все в рост. То бишь, по жизни черенкам, конечно, выигрывает мох. Но у них есть тоже свои, как бы, минусы, но они не такие значительные, в отличие от торфа. Если в массовом вы выращиваете черенки, и у вас есть условия, конечно, мох не обязательно. Можно смело выращивать в обычном торфе. Но если черенки трудно укореняются, там, допустим, мандарины практически не укореняются, там кункуваты плохо укореняются, то их лучше всего будет укоренять во мху. А вот мэр, он хорошо укореняется, поэтому, в принципе, там и там везде укоренился. И, в принципе, выпадов практически нет. Поэтому как-то вот так вот. Ну, так что, ребят, я, в принципе, очень провел такой небольшой экспериментик, но меня, в принципе, он порадовал. Если создавать хорошие условия, то можно укоренить их в торфе. При массе укоренения, то, что разница практически небольшая, и меня, если сделать очень хорошие условия, то будет без проблем все укоренятное. Но если ты хочешь что-нибудь сохранить, то лучше, конечно, использовать мху. Поэтому в торфе будет как бы немножечко все-таки, мне кажется, происходить укоренение лучше. Ну, там есть свои нюансы. Просто, чтобы он у тебя был, это надо его все время поддерживать. Я вот сейчас укорениться, я его аккуратно в этих же бутылочках и оставляю, и он у меня по жизни все время там и растет. Чтобы в лишний раз не ходить в лес. Поэтому в нем есть большой, как говорится, плюс. То, что в нем практически черенок может долго-долго существовать, без корней. Это, и ты не провофлишь с поливом. То бишь, у тебя не начнет гнить, и не то, и не сё. Они у тебя просто законсервировали, и положили, и без проблем они у вас растут. Поэтому. Но посмотрим, что будет у нас с сухим мхом, который я замочил. Может быть, результат будет совершенно другой. А может быть, примерно будет одинаковый. Но это мы узнаем немножечко попозже. Скоро должны уже появиться первые корешки. Пока я вот смотрю, корешков нету. Но как появятся первые признаки, ведь я, соответственно, сделаю видео и по ним. И также вам расскажу, чтобы быть уже в курсе. А то кто-то говорит, что там типа, мог это как бы панацея. Эти вообще как бы только вам хумить. Но на самом деле при хороших условиях можно укоренить и реально в торфе. Да и даже самое, что интересно, просто в воде есть случаи. Но это ближе к лимонам относится, потому что лимон очень легко укореняется. Особенно дичка. Ну, так что на этом я заканчиваю свое видео. Подписываемся на Дзен, Ютуб, ВКонтакте, Телеграм, чтобы не пропустить новые видео. Все, всем пока. До новых встреч. С вами был Михаил.